Батареи радуют теплом. Из 105 городских котельных пока не греют только 6. Три муниципальных заработают уже 12 октября. Еще три ведомственные в ближайшие дни. В начале недели погода наладится и в тех школах и детских садах, куда тепло пока запаздывает. По двум школам работы завершены. Сегодня будем отрабатывать все оставшиеся заведения. Если там будет какая-то проблема, то будем искать технические решения вопросов. Либо на дренаж ставить, либо как на тепло подавать в эти заведения. Отопительный сезон стартовал 8 октября. По сравнению с прошлым годом, за 4 дня к теплу подключили почти в два раза больше домов. Такими темпами полностью включить отопление удастся быстрее положенного двухнедельного срока. Осложнить процесс могут аварии. 28 порывов произошло на сетях ПТС. Восстановить повреждения планируют до конца недели. Естественно, мы не уйдем от порывов, пока не выйдем на нормальную циркуляцию. Но этот процесс на сегодняшний день, он совершенно в полном объеме управляемый. Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил департаменту ЖКХ контролировать, чтобы теплоснабжающие и управляющие компании добросовестные относились к ремонту. Мне важно положить на динамику. Мы каждый год выделяли деньги на ремонт водов. И управляющие компании, и те, кто нас взял в аренду, они должны делать ремонты качественными, чтобы снижалось количество порывов. Готовность к зиме проверят по всем фронтам. В городе проведут тренировку. Насколько быстро на снегопады среагируют не только муниципальные службы и управляющие компании, но и промышленные предприятия со своей техникой. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.